Это для тебя, детка. Чувства не сотрёшь, не выбросишь инью. Пожалуйста, извини нас. Никогда не пой девушке песню, написанную для другой. Суть в том, чтобы сочинить песню для неё и только для неё. Целую новую песню? Это же сложно, Йоу. Как мне подобрать слова? Ведь мои чувства к Рэйву так огромны. Не волнуйся, мы поможем тебе найти слова. Песня для моей любимой. Твоя песня должна сказать Рэйвен, что ты любишь её сильнее всего на свете. Так и есть. Даже сильнее, чем... Еду! Не знаю, об этом я не думал. Есть лишь один способ проверить. Ты любишь её сильнее, чем персики? Сильнее. Любишь её сильнее, чем эту сливу? Яблочный соус? Проль, я люблю Рэйвен сильнее, чем фрукты в любом виде. Отлично! Вот мы уже и продвинулись. Готовься, потому что дальше будет сложнее. О нет, смузи и пицца, как трудно. Знаешь что? Я хочу поделиться этим угощением с моей... ...декой. Ну надо же, ты правда влюблён. Но для уверенности настоящий тест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семислойный торт! Это же семь разных вкусов, йоу! Но знаешь что? Я люблю Рэйвен сильнее. Ты уверен? Попробуй тортик. Лучше не надо, друг. Мне что-то поплохело. Не пробуй, малюн. Попробуй торт, дружище. Я люблю её больше, чем этот кот. И чем этот. Люблю Рэйв. Люблю малышку больше. Детка выиграла! Рэйвен лучшая! Она самая лучшая! Ты и правда любишь её? Я так рад за тебя. Пицца-смузи-торт. Недостаточно любить подружку Рэйвен больше, чем еду. Ты должен рассказать ей о чувствах, которые ты чувствуешь, когда думаешь о ней свои мысли. А, понял. То есть я должен рассказать ей, что меня пучат при взгляде на неё от нервов. Никогда не говори, Рэйвен, про нервное вздутие. Давай лучше подумаем, что наводит тебя на приятные мысли о ней. Хм, я не знаю. Тогда давай проверим, какие ситуации напоминают тебе о Рэйвен. Я не знаю. Что мы вообще тут делаем? Как мне это поможет сочинить песню? Приятный тёплый летний день и... Я думаю о ней! Я думаю о ней! Похоже, лето заставляет тебя думать о ней. Что должно быть в песне для Рэйвен? Лето. Да, я опять думаю о ней! Стой, нет. Возможно, это к лучшему. Не помойка. О, я думаю о ней ноги в песке. Описано. Ноги в песке. Приветик! Я не думаю о ней. Не туалеты. Я хочу, чтобы Рэйвен была здесь! Аттракционы! Ой, кажется, у нас... Ой, хороший список! Аттракционы. Йоу, у меня много хороших слов для песни. Думаю, что ей понравится. Да-да-да, лето и персики – это прекрасно. Но в хорошей песне о любви должна быть паранойя. Что такое паранойя? Я рад, что ты спросил. Сначала расскажи, чего ты очень боишься, думая о Рэйвен. Хм, иногда я представляю себе, как мы гуляем с ней под ручку, и вдруг ей нужно в туалет. В туалет? Хм, как странно. Чем она может там заниматься? Я не знаю. Почему она так долго? Я вот тоже думаю! Может, она встретила другого? Да? Или она начала сомневаться? Может, она ускользнула в окно? Может, она решила пожить у сестры пару дней, чтобы все обдумать? Какой-то швар! Я должен туда войти? Нельзя! Это только для девочек! Тебе придется ждать, пока она выйдет! Если она когда-нибудь выйдет! Я схожу с ума! Схожу с ума без моей детки! Спасибо, Ровен! Рад, что смог помочь. Теперь у меня достаточно слов, чтобы начать сочинять, йоу! Теперь мне нужно срочно в студию! Итак, я люблю ее больше, чем перчики, сливы, яблочные кексы и семислойный торт. Я думаю о ней летом на каруселях и когда опускаю ноги в песок. Учшее, что может случиться, это если она уйдет в туалет. Теперь все это надо положить на мелодию, йоу! Легкотня! Люблю свою малыш, но люблю я без ума! Я без своей малышней сарджен, скажу с ума! Эх, нет. Это слишком. Эх, нет. Продолжение следует...